Синодальный перевод Кто награбленное себе берет от вора, ненавидит душу свою, ну то есть он как бы сам себе враг, да? Слышит он проклятие, но не объявляет о том, это вообще непонятно. А что за проклятие имеется в виду? Скорее всего, проклятие это такой способ наказать вора, который неизвестен. У нас есть в книге Судей такая история, в книге Иисуса Новина, простите, под конец, когда некто Миха, который потом, ну вообще не очень хорошо себя повел, но он говорит своей матери, серебро, которое вот ты потеряла и изрекла проклятие на вора, да? Она у меня, говорит он. И, по-видимому, имеется в виду, что серебро пропало, мать прокляла того, кто его украл, а потом этот самый Миха сказал, ой, вообще-то я его взял, так извини, пожалуйста, мама. Но суть в том, что проклятие было, и он его испугался, потому он так себя повел. Вероятно, здесь то же самое, что человек, у которого украли что-то, проклинает вора, не зная, кто это. А другой человек, он с вором в союзе, он сам, может быть, не ворует, да, но он так или иначе помогает ему. Иногда помогает просто, ну, тем, что он вора считает приличным человеком, он с ним общается, якшается, да? И тогда получается, что он может тоже подпасть под это проклятие. Вот в переводе «Российское библейское общество» мы это перевели так. Кто вору товарищ, тот сам себе враг. Слышит, как проклинают вора, да помалкивает. Помалкивает, а неизвестно, что он должен сказать. Должен ли вору сказать, слушай, верни то, что ты украл, должен ли объявить, вот он вор, я его знаю. Трудно. В конце концов, в каждой ситуации, может быть, оптимально будет свое решение. Но, во всяком случае, тот, кто никакого решения не принимает, тот рискует сам на себя эти проклятия в некоторой степени навлечь. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры сделал DimaTorzok